Знаете как, разговор об испанской гитаре начнем издалека. О том, чем конкретно испанская гитара отличается от всех остальных гитар мира, поговорим чуть позже. Да, конечно, Испанию можно считать родиной гитар. Но мы сейчас с вами находимся в месте, в котором вообще я не должна была находиться. Туда должен был поехать Александр Эвскляр, Максим Покровский, ну кто-нибудь из музыкантов. Потому что это мекка всех гитаристов мира. Сюда приходили, ну, по крайней мере, до меня уж точно, Марк Ноффлер из Dair Straight. Практически все члены группы Битлз. Ну, кто еще? Эрик Клэптон, вам этого мало? Это место, в котором рождается настоящая испанская гитара. И сейчас мы с вами пройдем в место, где и происходит этот процесс рождения. Туда вообще никого не пускают. Но нас с вами по Большому Блату, как всегда, запустили. Поэтому давайте-ка оставим ребят, они сейчас занимаются выбором гитары. Это очень важный процесс. А сами в мастерскую. Добро пожаловать в Рамиросовский подвальчик. Здесь такие вещи, которые не показывают никогда никому. Только если вот мы приехали, нам показали, нам можно. Смотрите сюда. Это небольшой музей Рамиросовской боевой славы. Правда, здесь представлены гитары не только представителей самой династии, мастеров, но и других мастеров жанра. Вот, например, Дианишо Гуэра сделал эту маленькую гитарку в городе Кадиссе в 1785 году. Ну, вообще это звучит просто устрашающе. В 18 век, и она в прекрасном состоянии, на ней можно играть. Ну, только если ты Карла Сантана, придешь сюда, и тебе, конечно же, дадут ее поиграть. При этом, наверное, забудут предупредить, что гитарка-то женская. Ну, дело не в этом. Дело в том, что здесь очень круто. И я, как представитель музыкальной журналистики, наслаждаюсь тем, что я здесь. Знаете что, это вопрос, достойный целого документального кино на час. За несколько минут с этим, конечно, не разобраться, но, тем не менее, мы попробуем. Для этого мы и работаем в передаче «Хочу знать». Итак, шаг за шагом, несмотря на то, что это похоже на сопротивление материалов, высшую математику и всякие такие дисциплины из института. Поехали. Тихо, товарищи, не будем мешать работе этого подмастерья. Как раз его-то работа очень важна для этого предприятия, потому что это Рамирес в пятом поколении. То есть пра-пра-пра-пра-пра-правнук того самого основателя дома. И именно ему предстоит руководить предприятием, когда его тете надоест это делать. Сейчас он учится на юриста, ну, а здесь проходит практику подмастерья, потому что нужно же руководить предприятием и понимать, чем ты конкретно руководишь. Мне кажется, это достойно. За 50 лет Кармела так ловко научилась обращаться со своей буржуйкой, что все изгибы он производит на глаз, без всякого циркуля. Вот как руки помнят, так и происходит. Но ведь главное, потом же ведь есть здесь очень хитрый элемент. Вот видите, это маленькая штука, которая как бы является эталоном идеального изгиба. После того, как мы изогнули нашу деревяшечку, ее нужно приложить сюда, чтобы понять, насколько она идеальна. Порфавор. Ну, вообще, вот глаз алмаз у человека. Перфекто. Да, слушайте, для того, чтобы сделать обычную гитару, нужно обладать недюжинными дендрологическими познаниями. Вот у меня в руках задняя, нижняя дека. Она сделана из мадагаскарского палисандра. А вот эти вот перемычки, ребра жесткости, из гондурасского, дай бог памяти, кедра. При этом передняя, верхняя дека той же гитары сделана из кедра, по-моему, уже канадского. Вот видите как? Ну, вы помните, что в любом случае любое дерево по-своему отражает звук. И именно поэтому люди, которые делают гитары, очень много, ну, я бы сказала, молодежным языком заморачиваются на эту тему. А теперь посмотрите, внимание, рамиросовское ноу-хау. Вот этих перемычек, вот этих вот маленьких направляющих звуковых, вы их, наверное, не найдете в большинстве гитар мира. А вот рамиросы это когда-то придумали в конце 19 века, запатентовали, и теперь это их фирменный знак. Причем вот длина и расположение вот этих штуковин выверяется до миллиметра. Знали бы вы, ребята, о чем мы сейчас разговариваем. Я просто всю жизнь думала, что это бумага, это такая наклейка, ничего подобного. Даже эта штука делается из дерева. Вот из таких тонюсеньких полосочек сейчас складывается узор, а потом он каким-то образом спрессовывается, и мы имеем вот эти вот розочки. А вот на самом деле, если все это вот так вот закрыть, то здесь вы увидите те самые розочки, которые идут здесь по всей окружности. А потом они так вот меленько-меленько-меленько нарезаются. Слушайте, тут дерево в каждой молекуле. Это все-таки неповторимая история. Так, вот так вот, да, все это вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, если вы не понимаете, почему эта штука становится такой же тоненькой, как бумажка, то я вам покажу полуфабрикат. Вот смотрите-ка. Вот здесь еще видно, что это тоненькая-тоненькая деревяшечка. А потом наш Самуэль все это дело зашкурит, и получим вот эту вот тонкую историю. Не подкопаешься? Вы знаете, процесс производства гитары одной занимает три месяца, поэтому гитарные мастера живут здесь буквально дни и ночи. Вот зубная щетка, щетка для обуви. Все необходимое с собой. На самом деле, это для того, чтобы пылинки сдувать с ее красавицы. А сейчас Фернандо будет натягивать струны, и это, кстати, очень важно. Пожалуйста. Струны гитаре. Это ж понятно, что без них не будет никакого звука. Гитара старинная, гитара историческая. Там использовались струны. Причем, знаете что, я когда изучала этот вопрос, я знала и читала, что во всех струнных инструментах использовались струны из бычьих жил. Но это еще можно как-то пережить. Но оказывается, в Испании есть свой локальный колорит. Средневековые гитары, гитары 17 века еще, использовали струны из кошачьих кишок. Здесь у современного человека, наверное, что-то типа рвотного рефлекса должно возникать. Но вы не бойтесь, сегодня совсем все по-другому. Конечно же, высокие технологии. Сейчас Фернандо натягивает нейлоновые струны. Здесь, мне кажется, нет ничего страшного. Ну а для того, чтобы был более форсированный звук, для нижних струн, да? Для нижних струн используются те же самые нейлоновые струны, но с оболочкой из тонкой-тонкометаллической проволочки. Вот и все, ничего страшного. Кстати, между прочим, выяснилось, что мастер гитарный не обязательно должен уметь играть на гитаре. Этим занимаются другие люди обычно. Зато любой гитарный мастер, во-первых, в состоянии собрать всю гитару от первого этапа до последнего. Во-вторых, любой гитарный мастер вам настроит гитару так, чтобы это было идеально. А хороший струй, он очень важен. Вот сейчас Мануэль с помощью такого сигаретообразного, я бы назвала его, камертона настраивает гитару. Камертончик, несмотря на то, что немножко по-дурацки выглядит, берет нот туля. А это, как известно, пятая струна. Вообще, в процессе эволюции в испанской гитаре появилось два, скажем так, основных вида гитары. Гитара для фламенко, которую сейчас Фернандо держит в руках. И гитара классическая. Я ее вот так вот вам возьму, вот так вот осторожно ручками и покажу, потому что, видите, они еще не покрыты лаком и могут остаться следы пальцев на нелакированном дереве. Вот смотрите-ка, разница основная заключается в том, что гитара классическая, она толще, гитара для фламенко уже. Момент, где натягиваются струны. Вот отсюда, до момента натяжения струн, расстояние больше, нежели здесь. Ну, кроме того, есть некая разница в наклоне грифа. Ну, это все, знаете, что технологические подробности, а разницу по звуку мы имеем колоссальную. В гитаре для фламенко звук острый, металлический, страстный. В гитаре для классической испанской музыки, ну, это вот как, я не знаю, Андрес Сеговия, что. Это такая вот спокойная, размеренная музыка с такой немножко математической страстью, потому что даже испанская музыка играется по нотам. Это может кого-то удивить. Ну, знаете ли, вот мы тут снимали, снимали и застали, скажем, бытовой момент. Сюда часто заходят звезды фламенко для того, чтобы прямо у производителя ремонтировать свою гитару. Вот этого человека вы могли видеть неделю назад у нас в консерватории. Это Кулян Бакеров, вторая гитара гуру испанского фламенко Виктора Сиранита. Ну, шо ж. Субтитры сделал DimaTorzok